Добрый вечер! Я сейчас возле лагеря, возле наметного местечка, возле Верховной Рады. Завтра суббота, уже не сессионный день. Нам поступила информация, мы сейчас проверяем, что завтра, ориентировочно на 7-7.30, по лагерю будет угроза зачистки. Я понимаю, что эту информацию мы подкидываем специально, потому что, если вы помните, волки-волки, это такая система, когда каждый раз, вроде бы, когда просишь людей о допомоге, то в нужный момент получается, что не собираются. Однако информация подтверждена из разных источников. Есть информация, что заказывается большое количество автобусов полицейских. Есть информация, что обзванивают некоторые атошные спилки. Я не хочу верить, конечно, что люди, прошедшие фронт, могут быть по гражданке замешаны в попытке разгона своих же собратьев. Я в это не верю, но информация такая есть. Я обязан, как командир, любую информацию принимать серьезно, тем более подверженно из разных источников. Поэтому обращаюсь особо быстро до Киян. Завтра те, кто имеет возможность, прошу приехать в 7.30 утра сюда, в лагерь, поддержать хлопцев. Они более 4 месяцев здесь находятся на холоде, отбивают напады спецпризначенцев, их выкрадают. Многие у нас сейчас под домашним арестом, некоторые в СИЗО. На них льется величезный поток война со всех телеэкранов и в интернете. Кем их только не называют? Агенты Кремля, люди за деньги Курченко. А они все те же самые добровольцы, которые в 2014 году не сидели на танце, а когда было нужно, пошли защищать Украину, оставив все свои дела. Поэтому я лично считаю, что высокая вероятность есть того, что эта информация о штурме, возможном завтра, может подтвердиться. Поэтому тех людей, которые могут завтра прийти утром в лагерь на Грушевского и поддержать хлопцев, я прошу это сделать. Если информация не подтвердится, ну ничего, попьем чаю, поедем домой, вся суббота будет впереди. Добрый, слава Украине, всем спокойной ночи. Те, кто сможет, жду завтра утром. Суббота. Суббота. Продолжение следует...